Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко о главных темах выпуска. Вода на вес золота, как не разорится, оплачивая коммунальные услуги. Переправа состоится при любой погоде. Два берега Волги связали катера на воздушных подушках. Самарская губерния отмечает юбилей. На какой улице подписали судьбоносный для нашего региона документ и какое жалование получали первые самарские чиновники. Кровные узы. За праздничные каникулы в Самарском регионе значительно уменьшился донорский банк. За 11 дней нового года больницы региона израсходовали в общей сложности почти 200 литров компонентов крови. Пока запасы есть, но они заканчиваются. Особая потребность в первой положительной группе. Что значит красный на донорском светофоре и как быстро восстановят запасы, узнала Марина Кравцова. В свои 24 года Татьяна уже донор со стажем. Кровь сдавала 20 раз. Впервые 5 лет назад отец ее знакомый попал в аварию. И редкая кровь Татьяны, четвертая положительная, помогла спасти жизнь человеку. С тех пор девушка постоянный визитер станции переливания крови. Процедура донорства много времени не занимает. Более неприятных ощущений нет. Немножко пощупываю от того, что все-таки народное тело, я вот так, ничего себе не знаю. Главное просто покушать перед тем, как идешь, потому что все-таки лена должна быть огромным. Сейчас на станции переливания особо ждут доноров с первой, второй и четвертой резус положительными группами крови. Эти категории загорелись красным на донорском светофоре, что значит запасов хватит на 2-3 дня. Подобная ситуация сложилась из-за продолжительных выходных. Хотя даже в праздники сотрудники областной станции переливания крови выходили на работу. Это были праздники, но люди продолжали болеть, их продолжали лечить. В плановом порядке сотрудники нашей организации станции переливания крови выходили четвертого, пятого, заготавливали тромбоциты по предварительным заявкам. Сейчас кровь как таковую не переливают. Используют ее компоненты – плазму, эритроциты, тромбоциты. Их выделяют на специальном оборудовании или же прямо во время сдачи. Такие процедуры длятся дольше. Если кровь доноры сдают всего 10-15 минут, то плазму – 30-40. В данном случае, вы видите, идет плазма ферез, то есть изъятие из кровотока только плазмы. Все остальные клетки крови возвращаются донору. Если мы проводим процедуру тромбоцитафереза, то происходит изъятие из кровотока только тромбоцитов, а все остальные клетки тоже возвращаются донору. По статистике прошлых лет на 700 тысяч госпитализаций приходилось около 100 тысяч переливаний компонентов крови. То есть каждый седьмой житель региона, попавший в больницу, он нуждается в переливании. Это при том, что длительно хранится может кровь и плазма. А эритроциты – всего 42 дня. Тромбоциты – и того меньше 5 дней. Особое внимание безопасности. Все доноры проходят обязательное обследование у врача и экспресс-анализ. После первой процедуры кровь или плазму хранят на карантине полгода. Потом делают повторные исследования, чтобы убедиться в безопасности материала. О нехватке доноров пока не говорят. Ежедневно в центр переливания приходит более 100 человек. Активно помогают и предприятия. В первые рабочие дни Нового года проведут выездную акцию на одном из самарских заводов, где доноры – около 300 сотрудников. Но, как выяснили эксперты, в Самарской области кровь переливают каждые 6,5 минут. И новые доноры очень нужны. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Резкое ухудшение погодных условий. Практически нулевая видимость и сильные метели. Всему виной атлантический циклон Даниэла, который добрался и до Самарской области. Накануне сильные снегопады накрыли европейскую часть России. Госавтоинспекция предупреждает – на дорогах могут образовываться снежные заносы, накаты гололедица. И рекомендует автолюбителям отказаться от личного транспорта и пересесть на общественные на времени погоды. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, особенно на загородных трассах, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД. Инспекторы ДПС придут на помощь. В городе к борьбе со снежными заносами готов весь парк спецтехники. В департаменте ЖКХ благоустройство проходит экстренное совещание с участием представителей дорожных и коммунальных служб Самары. Подробности мы расскажем в наших следующих выпусках. Спецтехники хватает, но бороться со снегом коммунальщикам мешают брошенные машины. Поэтому в городе приходится ограничить ночную парковку. На какие улицы распространяется ограничение, и что ожидает нерадивых водителей, выяснил Андрей Трой. Аномальная зима в этом году принесла много сюрпризов дорожным службам. Борьба с погодными капризами вынудила их идти на непопулярные меры. На улицах города появились знаки, ограничивающие парковку машин в ночное время. Знаки, ограничивающие парковку в ночное время, появляются на улицах города все чаще. По идее, они должны помочь коммунальным службам справляться с последствиями снегопада. Ведь именно на ночное время приходится пик уборки снега. Знаки, сообщающие о запрете парковки в ночное время, появились на улице Маломосковской от Врубеля до Луначарского и на Новосадовой от Осипенко до Первомайской. За нарушение, указанного на табличках режима, грозит эвакуация машин. Водители понимают необходимость запрета, но сетуют на отсутствие альтернативного места для парковок. Стали знаки помешать часто. На некоторых улицах города парковку и вовсе запретили. На улице Фрунзе теперь вообще нельзя парковаться практически на всем ее протяжении. Соответствующие знаки напоминают водителям о том, что нарушителям придется раскошелиться на услуги эвакуатора и штрафстоянку. Пока неизвестно, будут ли это постоянные ограничения или временные. Андрей Трой, Станислав Левин. События. Переправа состоится при любой погоде. И за считанные минуты с помощью катеров на воздушных подушках из Самары в Рождественные обратно каждую неделю переправляются более 7 тысяч человек. Этот вид водного транспорта сезонный и выручает пассажиров в межнавигационный период. Как работает чудо-катер и за что его любят жители, узнала Алина Чемерес. В очередь к Нептуну люди выстраиваются с самого утра. Новый большой катер на воздушной подушке появился у самарских речников в прошлом году. В отличие от маленьких судов марки Хиву с вместимостью до 10 пассажиров, Нептун может перевезти на другой берег более 20 человек. От Самары до Рождественных 6 километров. Это расстояние катер на воздушной подушке может пройти за 15 минут. Разгоняется эта штука до 70 километров в час. Интересно, что сейчас мы не едем по льду, а буквально над ним летим, потому что между корпусом катера и надо льдом есть воздух, который сюда нагнетается. Маневренностью и простотой управления такое судно похвастаться не может. Зато проходимостью вполне. С легкостью движется и по льду, и по проталинам. Главное и самое опасное препятствие на пути капитана – рыбаки, которые запросто могут ждать хлёва прямо на пути следования катера. В кабине управления на первый взгляд всё как в автомобиле, но рулить таким судном нужно совершенно иначе. Здесь нет сцепления с дорогой, тормозов нет. А как тормозить? Винтами. В другую сторону разворачиваешь винты. Газ вот у меня здесь под рукой подлево. А в педали как раз винт из меня его шага регулировался, чтобы они вперёд регулировались, но пустили назад. Катера на воздушных подушках приходят на помощь жителям, когда заканчивается навигация по Волге. В этом сезоне пассажирские суда перестали ходить 31 декабря и вновь появятся в акватории реки только весной. Всё это время соединять Волжские берега будут 4 судна. Их расписание уже утвердили. Катера отправляются в рейс каждые 15 минут. Работаем с 6.45 до 19.30. То есть это такой формат в полной мере удовлетворяет потребность населения в транспортных услугах. То есть люди и в утренний пик могут уехать на работу с утра и вечером вернуться домой. Такой показатель, как тысяча человек в день, он как ничто другое, красноречиво подтверждает высокую востребованность в перевозках. Очень удобно, очень быстро. Прямо хорошо. На подушке очень удобно. Если у нас часто так подушки будут ходить, это будет прекрасно. Удобно, быстро, хорошо, тепло. Всё нормально. На них удобно ездить, лишь бы они ездили вовремя и регулярно. Пассажиры шутят. Главный плюс катеров на воздушных подушках в том, что в пробку такое судно никогда не попадёт. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. В Самаре продолжают разбираться в обстоятельствах пожара, произошедшего на улице Урицкого. Возле парка Щёрса вспыхнул припаркованный внедорожник, принадлежащий члену Самарской региональной организации «Союза десантников» Петру Троиглазову. Никто не пострадал. Причину пожара в течение 10 дней установит экспертиза. Сам владелец автомобиля происшествие пока никак не комментирует. Не исключено, что огонь мог вспыхнуть в результате поджога. Напомню, по этой причине в октябре прошлого года сгорела машина руководителя Самарского регионального союза десантников Виктора Калиничева. Мужчина пытался потушить авто и погиб. Подзреваемых в этом преступлении пока нет. А сейчас коротко о других темах дня. Необычное небо Самары. Из-за морозной погоды на небе можно наблюдать интересные и красивые явления. Световые столбы, два солнца и радужное сияние. Самарцы выкладывают в сеть их фотографии. Эти атмосферные явления называют «гало». При условии крепкого мороза и сильной влажности воздух наполняется кристаллами льда. Проходя сквозь них, свет преломляется, особым образом образуя дугу вокруг источника. Из-за работ по строительству тоннеля на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе на три месяца, начиная с завтрашнего дня, будет прекращено движение троллейбусов. Также изменится маршрут автобуса номер 47. Теперь он будет следовать по проспекту Кирова и Московскому шоссе. Коммерческий автобусный маршрут останется без изменений. По факту смерти 13-летнего мальчика на проспекте Кирова назначено судебно-медицинское исследование. Подросток разбился насмерть, упав с 16-го этажа с общего балкона. По предварительной версии мальчик покончил с собой. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В Самарской прокуратуре области добивается закрытия 44 сайтов с рекламой интим-услуг. Заявление в Ленинский районный суд подали после ведомственной проверки. Она прошла после обращения в прокуратуру одного из жителей города. Реклама интим-услуг в сети интернет на территории России запрещена законом. 13 января в России отмечается День российской печати. Именно в этот день, в 1703 году, в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Газета не имела постоянного формата, тиража и строгой периодичности выпуска. Большая доля публикаций посвящалась победам русской армии. В подготовке газеты принимал участие сам Петр I. Он отбирал материал для публикации, проверял качество переводов, правил корректуру. Ставка на счетчик. Платить за воду и водоотведение самарца с этого года будут больше, сообщает пресс-служба самарских коммунальных систем. В первом полугодии тарифы на холодную воду составят почти 23 рубля. За канализацию больше 10 рублей. Во втором полугодии к этим цифрам прибавится еще по рублю. Дополнительное повышение цен ждет и тех, кто до сих пор не установил приборы учета. Федеральное правительство рассматривает поправки, согласно которым тарифы с лета сначала увеличатся в три раза, потом и в пять. Как не получить из-под крана воду по цене золота, узнавала Лариса Шалафаст. Платить за воду по показаниям счетчика в семье Моисеевых начали еще в 2010 году. Разницу почувствовали сразу. В квартире прописано два человека. Значит, по нормативу каждый месяц за холодную воду должны были платить за 15 кубометров. Счетчик же показывает не больше шести. Вот, допустим, за декабрь 2015 года мой счетчик показал, что мы потребили только пять кубометров холодной воды. И один кубометр горячей воды. В здании установлен и общедомовой счетчик. От него тоже ощутимая экономия. Конкретно за, допустим, декабрь по счетчику у нас 761. То есть практически потребление холодной воды почти в два раза меньше, чем мы платили по нормативу. Вот такая выгода. Установить счетчики на воду собственников обязали еще два года назад. Но треть россиян до сих пор этого не сделали. Для таких граждан планируют значительно повысить нормативы. В первом полугодии, если человек не поставил прибор учета, а техническая возможность для этого есть, то к нормативу на одного человека будет прибавляться коэффициент 3. Как будто в квартире живут еще трое людей. А после июля коэффициент 5. В Самарской области с 1 января нормативы для тех, кто не установил прибор учета, повысят только в Тольятти и Кенеле. В остальных муниципалитетах повышение произойдет либо летом, либо в конце года. Я, конечно, посоветовал бы поставить всем приборы учета в оставшееся время. Так как в Самаре где-то порядка 60% всего лишь установлено приборов учета, чтобы не создавать вот этого ажиотажа, перенесено время принятия решений и по повышению этих нормативов на январь 2017 года. Повышение не коснется тех жителей, в квартирах которых технически невозможно установить счетчики. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Нефть подорожала. Надолго ли? И что будет с национальной валютой? Об этом в нашем экономическом блоке. Здравствуйте. Немножко отыграли. Рубль сегодня укрепился относительно мировых валют. На это повлияла коррекция нефти вверх после затяжного снижения. Даже 18 копеек в плюс относительно доллара уже повод порадоваться. На 14 января Центробанк установил курс доллара на отметке 76,42 рубля. Курс евро – 82,71 рубля. Золото стоит 2696 рублей за грамм. Серебро стоит 34,41 рубля за грамм. Нефтяные котировки сегодня развернулись вверх. Стоимость барреля сорта Brent составляет 31 доллар 60 центов за баррель. Скорее всего, это кратковременная коррекция, и снижение может вновь продолжиться уже ниже 30 долларов за баррель. Несмотря на тяжелый кризис, 17% работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам. 58% российских компаний индексировать оклады не планируют. На сегодня это все. Удачи в делах. Вторая смена в школах может навсегда уйти в прошлое. Такую задачу перед собой ставят городские власти Самары. В городе определены площадки для новых школ. Чтобы полностью перейти на одну смену, нужно построить 14 учебных заведений. Они смогут обеспечить 13 тысяч мест, а именно столько и нужно. Олег Фурсов поручил подготовить необходимый пакет документов для заявки в федеральную программу по строительству школ до конца марта. Это архиважная задача с учетом того количества детей, которые у нас и в садах находятся, и переходят в систему среднего образования. Нам это делать крайне необходимо. Может быть даже есть смысл посмотреть еще площадки дополнительные. Николай Иванович Меркушкин обсуждал на встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным в начале декабря эту тему. И я так понимаю, что у нас есть все шансы получить необходимое финансирование под строительство школ. Рукотворная сказка. Хотя новогодние каникулы прошли, многие самарские школы и детсады сохраняют праздничное убранство. В городе подвели итоги конкурса на лучшее оформление образовательных учреждений. Чем удивил жюри победитель, расскажет Валерия Макарова. Не школа, просто сказка. Причем на каждом этаже своя. В гимназии номер 3 к Новому году создали особую атмосферу. Младшеклассники вдохновились щелкунчиком. Сделали огромные золотые орехи. На уроках труда всем классом шили мышиного короля. Стоит подняться на этаж выше и уже оказываешься в чертогах снежной королевы. За своими владениями она следит буквально отовсюду. Каждый этаж гимназии не только оформлен по-особому, но и на каждом есть своя фотозона. На третьем этаже можно почувствовать себя в царстве снежной королевы и сделать фото на память. Новогоднее оформление третьей гимназии стало лучшим в Самаре среди образовательных учреждений. Коллеги из других школ в восторге. Создан определенный какой-то антураж, климат. И заходишь каждый раз, получая как будто представление о новом спектакле в этом месте. Всегда очень много бывает идей интересных в кабинетах. Какие-то куски всегда очень оригинально бывают. Но вот в этом году, как никогда, оно такое, знаете, оформление получилось очень целостное. Изначально поставили цель занять первое место в городе. Для этого собрали родительскую общественность и устроили что-то вроде соревнований между классами. Именно благодаря их стараниям мы заняли первое место, как хотели. Чтобы определить победителя, комиссия разработала целый список критериев. Оформление должно быть объединено общей идеей. Ценятся не покупные украшения, а стильный хендмейд, интересные находки, необычные материалы. Очень важна концепция, сама идея. Потому что недостаточно просто заклеить коридор с ног до головы какими-то игрушками, снежинками и так далее. Здесь в основе обязательно должно быть нечто, что развивает. В этом году конкуренция возросла. В новогоднем убранстве соревновались все самарские школы, гимназии, детсады и центры дополнительного образования. Их в городе 460. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Самарская губерния отмечает юбилей 165-летний. Это новый праздник, он появился только в прошлом году. Глава региона Николай Меркушкин поздравил всех жителей губернии. И подчеркнул, что область удерживает лидирующие позиции в автомобилестроении, авиационно-космической отрасли и нефтяной промышленности. Именно 13 января по новому стилю. В 1851 году указом Сената было объявлено о создании Самарской губернии. На какой улице подписали судьбоносный документ и какое жалование получали первые самарские чиновники, расскажет автор программы «Город. История события» доктор филологических наук Михаил Перепелкин. В середине 19 века эта улица была главной улицей Самары. Когда-то она называлась Дворянской, потому что здесь жили представители высшего класса. Потом стала Казанской по названию собора, бывшего когда-то кафедральным. Именно здесь, в доме купца Маке, 1 января 1851 года было объявлено о создании Самарской губернии. Рано утром 1 января самарские дворяне, купцы, чиновники отправились к дому, занятому недавно прибывшим в Самару губернатором. Там они обменялись поздравлениями и все вместе отправились в соборную церковь во имя иконы Казанской Божьей Матери. Этой церкви сегодня нет. Она находилась в самом начале улицы Казанской, а сейчас Алексей Толстого. В окончании литургии торжественный крестный ход направился от Казанского собора в сторону дома купца Маке, где разместилось губернское управление. Там и был оглашен указ об открытии губернии. Самарскому губернатору Волховскому в год его назначения на этот пост было 65 лет. Он уже имел чин тайного советника, опыт службы на подобных постах и часто трогательно заботился о подчиненных. Вот только с генерал-губернатором Перовским отношения у него никак не хотели складываться. Впрочем, Перовский не взлюбил Самару и самарцев с самого начала. Говорят, причиной тому был совершеннейший пустяк. В день, когда самарцы приветствовали Перовского в городе, они поднесли ему осетровую икру в простой деревянной чашке. Интересно, что в год образований Самарской губернии на содержание губернского управления отпускалось примерно 27,5 тысяч рублей в год. Из этой суммы 8 тысяч в год получал самарский губернатор, а жалование остальных губернских чиновников равнялось примерно 15-20 рублям в месяц. Доверяйте фактам, а не слухам. С вами был Михаил Перепелкин. Десятидневные каникулы для многих не повод останавливаться на достигнутом. В ночь с 13 на 14 января в России принято отмечать Старый Новый год. В новогоднюю ночь мы показывали специальный проект нашего телеканала «Настройте телевизор на завтра». У тех, кто не успел его посмотреть, сегодня есть такая возможность в 21.30. Если перед вашим носом на улице упал сапог, не пугайтесь, это девушки ищут женихов. С 7 по 19 января время святок, когда принято гадать. На Руси этим занимались практически все представительницы женского пола. Сейчас многие относятся к гаданиям с юмором, но все же иногда не могут удержаться. Заглянула в будущее и Марианна Мирная. Суженый, ряженый, приди ко мне на ряженый. Ну что, видно что не будет. Черт, черт, подготовка! Гадать, уверяют астрологи, лучше всего в ночь с 13 на 14 января, когда святые дни сменяются страшными. Портал между реальным и нереальным миром открывается, и можно увидеть то, чего нет. Выпадает эта ночь на странный, но любимый россиянами праздник – Старый Новый год. Его празднуют еще в странах СНГ, а его появление связано с реформой календаря, которая произошла после Октябрьской революции. Традиция праздновать все равно Новый год, наступление Нового года, в тот самый период между Рождеством и Крещением, она все равно осталась. И так в календаре в нашей стране, исключительной по сравнению с другими странами, появился Старый Новый год. Иностранцы не понимают, как в одном словосочетании может быть и Старый, и Новый. Новый год по старому стилю – своеобразное прощание с праздниками, день, после которого современный человек начинает входить в обычный ритм жизни. На Руси же бессонные ночи не заканчивались вплоть до 19 января. Принято было гадать на любовь, деньги и даже урожай. Сегодня гадание – тоже не пустой звук. Многие верят, что в эти дни до правды можно дотянуться рукой. В моей семье хранится такая легенда, скажем так, что моя прабабушка увидела своего будущего мужа, моего прадедушку, тоже гадая. Она пускала кольцо в стакан с водой и смотрела. И говорят, что вот он ей показался в этом кольце, а на следующий день свататься пришел. Бросить сапог через левое плечо, через забор, да, и загадать имя жениха. А там же посмотрим, сбудется или не сбудется. Лить расплавленный воск в воду, слушать, откуда лает собака, класть под подушки листочки с именами. Вариантов заглянуть в будущее до сих пор немало. Одно из самых популярных гаданий – это гадание на будущее. Необходимо было взять чистый лист бумаги, хорошенечко его скомкать и затем поджечь от свечи. Этим мы сейчас и займемся. Бумагу нужно хорошенечко было поджечь и положить ее на блюдце, чтобы она смогла приобрести какие-то очертания. Давайте немного подождем. Нам показалось, что тень на стене похожа на корону. Безусловно, это хороший знак. Мариана Мирная, Алексей Золотенков, События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самаргиз в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова